Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. Первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» открыты. Почти тысяча юных спортсменов будут бороться за награды. Россию представляют команды 10 регионов Дальнего Востока, в том числе из 30 муниципальных образований Приморского края. Также в состязаниях примут участие ребята из Донецкой и Луганской народных республик, из Республики Беларусь, Корейской народно-демократической республики, Китайской народной республики и Республики Узбекистан. Флаг Республики Беларусь, Корейская народно-демократическая республика, Республика Узбекистан, Флаг Китайской народной республики несет Юй Лун Хао. Сегодня мы все свидетели уникального события, обвинившего ребят из разных стран, где спорт продолжает оставаться вне политики, где спорт посол мира и дружбы. Россию представляет 10 регионов Дальнего Востока, 30 муниципальных образований Приморского края, а также команды из Донецкой и Луганской народной республики, команды из Братской республики Беларусь, Китайской народной республики, Корейской народно-демократической республики, Республики Узбекистан. 928 юных спортсменов примут участие в этих соревнованиях. Дорогие ребята, вам предстоит на этих соревнованиях не просто защищать честь своего спортивного клуба, своего поселка, города, вам предстоит защищать честь своей страны, своего флага на международных соревнованиях. Именно здесь будут проявлены лучшие ваши спортивные качества. Здесь вы также обретете новых друзей. Будет масса ярких впечатлений и новых эмоций. Переживаю. Но уверен, что именно такие соревнования становятся предвестниками будущих олимпийских чемпионов, предвестниками наших новых побед на Олимпиаде. Я от всей души желаю участникам удачных стартов, ярких впечатлений. И первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» объявляю открытыми. В международных зимних играх «Дети Приморья» будет разыгран 31 комплект медалей в 8 видах спорта. Лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг, фигурное катание, шорт-трек, хоккей и фиджитал-хоккей. Дальнегорск представят хоккеисты и лыжники. Ребята заряжены на победу. Наставники уверены, что участие в таких масштабных соревнованиях станет лучшей мотивацией для спортсменов реализовать весь свой потенциал. Уже скоро подойдет к концу отопительный сезон 2023-2024. Работники ресурсоснабжающей организации отчитываются о проделанной работе и составляют планы на будущий сезон. Однако не всегда красивые речи сходятся с действительностью. Так, на аппаратном совещании в администрации округа мы очень часто слышали от представителей Примтеплоэнерго о том, что организация работает в штатном режиме и проблем или не возникает, или они несущественные. А жители округа при этом были несколько другого мнения. В этом году дальнегорцы неоднократно жаловались на чуть теплые батареи или вовсе отсутствие отопления, которые связывались с проведением плановых или аварийных работ. Как вы можете оценить работу Примтеплоэнерго, ресурсоснабжающей организации? В начале года было плохо, мерзли, прям ужасно. А вот сейчас у меня претензии нет. Все тепло, хорошо. У меня альтернативка, поэтому у меня всегда тепло. Не всегда хорошо. Ну, может быть, расшифруйте поподробнее. Сталкивались ли с проблемами, какими-то в отопительный сезон? То есть батареи были холодные? Холодные были, честно скажу, холодные были. Да, вот в этом как-то неудовлетворительно работала организация. Не знаю. Ну, в основном, как скажу, в принципе, нормально. Да, в принципе, нормально. Все зависело от погоды. Вот насколько я смотрю, от погоды, да. Раз маленько потеплее, значит и батареи были теплые. Было похолоднее, ну и как бы ребята жару давали. Ну, это, в принципе, нормально. Ой, ну, короче, я замерзаю в хате. Что рассказывать-то? Плохо топят в этом году? Не знаю. Ну, у меня еще квартира, видите, угловая, поэтому холодно у меня в квартире. Тут нет, этого зависит, собственно, от прямтепла. Тут зависит от жильцов. А на пятом этаже умерли оба, а воздух выпустить никак. Вот у меня и в спальне холодные батареи. Нормально. Складывается такое впечатление, что подготовить все системы в межсезонье у ресурсоснабжающей организации нет возможности. И при ударе холодов все начинает выходить из строя, принося огромный дискомфорт жителям города. Так, в этом году у горожан в микрорайоне Горького не раз случались перебои с теплоснабжением домов. Люди по несколько дней сидели в холодных квартирах без отопления, обращаясь как к администрации, так и предприятию «Примтеплоэнерго». На свои жалобы они получили официальный ответ о том, что им будет сделан перерасчет в квитанциях за февраль. Однако это не отменяет того факта, что люди мерзли и вынуждены были обогревать дома альтернативными методами, что в свою очередь также несет финансовые затраты, в том числе на оплату электроэнергии. Плохо. Расшифровать? Ну вот дома, в домах пишут даже, вот есть группы по 15 градусов, по 18 градусов. Дети маленькие. Я вот жила, например, на Первомайской, 3, у меня все время был включен обогреватель зимой. Мало того, что я пенсионер платила за свет и платила еще и за тепло. Вот потому что не то, что я, попугай у меня в клетке замерзал, в перьях который. И сейчас также я, правда, перешла, сейчас я в хорошем доме купила квартиру. Там вот, может быть, это даже не тепло, может это, как вот, ТСЖ, вот, может что-то не... У меня тепло, но у меня еще окна, конечно, выходят на солнце. А вот очень много домов, которые, это вообще там сидеть невозможно, без шерстяных носков, кофт, штанов. Ой, да у нас сколько, наверное, сутки почти не было тепла. Это вообще было. Я думала, вот даже у меня, насколько уже было холодно, а здесь так вообще было крах. Как с маленькими детьми люди живут, я вообще не понимаю. Ну, знаете, вот в ноябре, в декабре, так, если топит хорошо, то на их батарее, то они пеняют то, что, мол, у вас батареи засорены, все такое. Уже. А потом как-то вот в январе вроде ничего было. Так и было чем-то. Спасибо, 6 тысяч за двухкомнатную квартиру, это что. А перебои, может быть, замечали, когда какие-то... Ну, когда у них авария была, вот эти вот около двух дней, и все. А так, ну, слабоватенько, конечно. На эти деньги, я считаю. Ну, может быть, я неправильно считаю, у них свои расчеты, у нас свои. Нам хочется меньше, им хочется больше как-то. Как бы вам сказать, я на альтернативном. Подходит к концу отопительный сезон. Как вы можете оценить работу ресурсоснабжающей организации «Примтеплоэнерго»? Очень плохо. Батареи, во-первых, берут по полной, почему-то перерасчет не делают. В квартирах, я вот, например, мерзну. Мы за тепло платим, и платим за свет, потому что включаем обогреватель. Это вообще... Может быть, поподробнее расскажите, какие проблемы? То есть, может быть, батареи недостаточно теплые, или их отключали, или вообще... Вообще, батареи чуть теплые, вообще чуть теплые. Вообще. ЖКО жаловался, ЖКО говорит, а что бы к нам, говорит, это «Примтепло» надо. Я туда позвонила, говорю, а почему, говорю, батареи чуть теплые, почему вы не делаете перерасчет? Чтобы не топите, а мы-то платим по полной программе, это вообще... Никому мы не нужны. Деньги только драть дерут, а толку... Ну, никакого нету. Такое ощущение, что власти у нас нет, или власть на кого-то работает. Так что, в этом году, не знаю, как... В те годы, когда меня не жаловалось, а в этот год это вообще какой-то... Думаю, скорее бы это все пережить. А, ну, может быть, с соседями с кем-то общаетесь? Какая у них картина дома? Та же самая, та же самая картина у всех, у всех. Я думала, что только у нас, Первомайская, 16 дом, такая проблема. Стала туда, там позвонила, там у меня мама Первомайская, на Первомайской, 8 живет. Та же самая проблема, батареи чуть теплые. Но перерасчет почему-то не делают. Почему наша администрация смотрит, почему не добивается, чтобы нам... Мы один в поле не воин. Люди пошли, нас отфутболивают. Везде. Почему перерасчет не делают, что не топят? Я спрашиваю, звонила, когда прием тепло. Они говорят, ну, мы даем вам это самое, как... 40% отопления. Так а где остальное? Почему 40%? Что-то там объясняли, объясняли, но это... Так я ничего и не поняла, почему. И что с этим делать, куда дальше обращаться? Всё бы ничего, если бы это было пару единичных случаев. Но жители микрорайона Горького жалуются на то, что в течение всего отопительного периода в квартирах недостаточная температура для комфортного проживания. Конечно, стоит признать тот факт, что есть множество факторов, влияющих на это. Не всегда проблема кроется лишь в работе ресурсоснабжающей организации. Порой свою работу некачественно выполняют и управляющие компании. У меня холодно в квартире. Обращались куда-то? Ну, в ЖПХ. Что на это отвечали? Свою управляющую компанию. Вы знаете, они, в общем-то, культурно отвечают, но ничего не делают. А на сколько холодно? Может быть, как-то замеряли? 18 градусов, но это для меня холодно. 17 было, было 16, когда вот холода были, а сейчас 18. Ну, то есть батареи плохо греют? Батареи иногда хорошо греют, а иногда не очень. Ну, если в целом оценить работу их, ну, какую-то оценку дать работе, в принципе. Ну, я не знаю, может, на троечку. Мы на Россию. Ну, у нас ползимы ремонт шел. То отопление было, то его не было. Как в целом оцениваете? Ну, на три с плюсиком, на четыре. А вообще, может быть, замеры какие-то в квартире делали? Или по ощущениям как-то? Ну, холодно дома было. Батареи-то холодные. У нас говорят, что в доме где-то там какой-то слабый, то ли насос, то ли что. А в свою управляющую компанию обращались? Обращались. Какие они вам ответы дают? Ну, сейчас у нас потеплее стало. Поменяли там что-то у себя в подвале, и нормально. Так вот, ТЦЖ у нас нормальная. Вот по 8 марта мы обращаемся, они всегда все выполняют. А перебои какие-то замечали, когда ремонтные работы, когда вообще отсутствовало отопление? Потому что люди, именно жители Горького, очень часто жаловались этой зимой. Ну, потому что у нас же по всему району такое было. Аварийная ситуация была. Ну, я думаю, они уже справились там. Нас же топят где-то там за речкой. Там же что-то, авария у них произошла какая-то. Ну, сейчас вот и на улице тепло, и потеплее в квартире. Я вам не могу сейчас ответить, девочки, в данный момент. Как оно вот по идее. Ну, зимой тяжко нам было. Холодно, холодно. Не могу, потому что у меня электрическая. Не, ну, в этом году они нормально топили. Ну, я-то живу не на универсале, у меня кипяток. Ну, вот у моих соседей, у них сливают они воду. А у меня прям сразу кипяток и батареи горячие. В принципе, нормально. В том году было холодно. В этом году у нас новый хозяин. Вот, просто мы отказались от того, от Торощина. Сейчас новый хозяин, ну, старается. Пока я не жарусь на него. Вот. Ну, так как. И убирают там, возле дома. И вода горячая, слава богу. Да, в этом году они были теплые, ну, в спальне теплые, потому что там на обратке, видимо. А в зале, да, нормальные. Ну, а в том холодрыга была. Я не знаю, прям тепло виновата или кто, потому что в одних домах было тепло, а в других было холодно и жаловались о том году. Ну, а в этом году вроде бы нормально так. А что дальше, не знаю. Посмотрим, поживем. Какой вывод следует из всего вышесказанного? Очень простой. К решению проблем следует подходить комплексно. Если администрация видит массовые жалобы, к ним следует относиться более внимательно. Не просто слушать еженедельный доклад, где все расписывается с удобной стороны, но и идти на контакт с жителями. Проводить встречи, разъяснять им порядок действий в случае некачественно оказанных услуг. Более углубленно вникать в отчеты от подведомственных учреждений. Может, такие методы работы наконец-то дадут дальнегорцам почувствовать заботу от власти. В феврале на территории Сахалинской области был выявлен факт заражения кур на птицефабрике «Островная» высокопатогенным вирусом А или птичьим гриппом. Несмотря на то, что в Приморье случаев заражения не зафиксировано, владельцам домашних птиц следует внимательно относиться к методам профилактики. Подробнее об этом рассказала начальник Краевого государственного бюджетного учреждения Дальнегорской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Татьяна Жукова. В связи с угрозой замосла высокопатогенного гриппа птиц на территорию Дальнегорского городского округа прошу обратить внимание на соблюдение минимальных мер по недопущению возникновения данного заболевания непосредственно в вашем подворье. В обязательном порядке необходимо всю птицу, которая содержится в вашем подворье, перевести на закрытый тип содержания. Исключить контакта дикой синантропной птицы с вашим птичником. Ни в коем случае не скармливать отходы, полученные в результате проведения охоты. То есть у нас есть охот-пользователи, которые выходят на охоту, да, и они, как правило, бывают, что потроха каким-то образом попадает в пищу вашим животным. Поэтому убедительно прошу данное мероприятие исключить. Корма, которую вы приобретаете, приобретайте, пожалуйста, в местах санкционированной торговли и только при наличии обязательных документов, подтверждающих качество и безопасность. Исключите контакта с посторонними лицами, уберите вашу привычку похвастаться, похвалиться вашим хозяйством. Если же вы все-таки хотите показать свое хозяйство, то обязательно предусмотрите меры предосторожности, и выдайте какую-то специальную одежду, чтобы не получилось так, что кто-то вам принес инфекционное заболевание, ваш птичник. При возникновении любой из симптоматики, а именно повышение температуры, отказ от корма, падеж, угнетенное состояние, обязательно обращайтесь в ближайшую ветеринарную службу с описанием вашей симптоматики для того, чтобы специалисты могли выехать на месте осмотреть, провести эпизодическое расследование, вскрытие, если это потребуется, и отобрать пробы для направления их в ближайшую лабораторию для подтверждения, либо опровержения данного дня. 17 февраля во Дворце культуры химиков состоялась выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества, посвященная символу 2024 года по восточному календарю – зеленому деревянному дракону. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Символом наступившего 2024 года является дракон. Эти мифические существа известны людям с незапамятных времен, поэтому тематика выставки была очевидна – драконы ужасные и прекрасные. Такое название носит экспозиция во Дворце культуры химиков, участниками которой стали образовательные учреждения из Дальнегорска, села Краснореченский и села Рудная пристань. Каждая выставка декоративно-прикладного творчества – это всегда открытие. Открытие мира красоты и мудрости. Каждому ребенку важно почувствовать себя творцом, открыть для себя мир изобразительного искусства, дизайна, народной культуры, научиться видеть красоту окружающей природы. Данной выставкой мы открываем еще одну дверцу в мир детского творчества и мастерства. Эта выставка – настоящая карусель, объединенная в одно целое, неземной фантазией авторов – детей, живущих с мечтой о красоте, добре и радости. Вся эта красота возникла из-под волшебных рук ребят из образовательных учреждений и учреждений культуры округа. Работы на конкурс были представлены только коллективные и оценивались в зависимости от возрастной категории участников и техники выполнения. Среди огромного разнообразия представленных экспонатов есть подделки из крупы, папье-маше, ниток и пайеток, пластилина, фоамирана и многих других материалов. Все участники очень творчески подошли к изготовлению конкурсной работы. Кто-то смастерил веселого дракошу с необычной раскраской, кто-то попытался воссоздать образ древнекитайского мифического дракона. Но всех их объединяет одно – это то, с какой любовью, аккуратностью и оригинальностью они выполнены. После презентации выставки посетители приступили к голосованию. Приз зрительских симпатий вручили старшей группе детского сада номер 31, руководитель Малашкевич Екатерина Александровна. Однако, независимо от того, кто выиграл в конкурсе выставки, все ее участники получили массу положительных эмоций и творческого вдохновения. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова